Всем салют! Не так давно и разработчики выпустили Девблог, где анонсировали новый топ 6 ранга, Type 90. Любители японской наземной техники могут ликовать. И тут многие сразу начинают задаваться вопросом, а как быстро его прокачать. Ну тут вариантов только два. Первый, и самый быстрый, это прокачать технику за донат. А второй, это выкачивать на танке 5 или 6 ранга. Но тут тоже можно ускорить прокачку, приобретя просто-напросто талисман. И вопрос остается только в выборе техники. И на мой взгляд, у японцев тут всего два варианта. Или это Type 74, или же STB 1. И мой выбор пал на STB. А почему именно на него, я расскажу поподробнее. Итак, STB 1 средний танк Японии, находящийся на пятом ранге с боевым рейтингом 7.7. И это первая причина, почему я выбрал STB. А еще потому, что танк оснащен стабилизатором. К примеру, Leopard 1 и M60, находящиеся на этом же боевом рейтинге, не имеют стабилизатора. Что является несомненным преимуществом японца перед ними. Хотя не стоит забывать про британцев и некоторые советские танки. Но танк хорош не только наличием стабилизатора. Динамика танка тоже на высоте. На массу в 38 тонн танк оснащен 750-сильным двигателем. А это почти 20 лошадей на тонну. Отдельного упоминания стоит гидропневматическая подвеска. Благодаря которой мы можем уменьшать клиренс танка. Или же наклонять танк вперед и назад. Увеличивая тем самым углы наклона орудия. Они тут не самые лучшие. Орудие опускается вниз всего на 6 градусов. И поднимается всего на 9. Что ограничивает танк в применении. Например, сложно стрелять по танкам находясь при этом на склоне какого-нибудь холма. Вооружение танка многим знакомое. На танке установлена 105-мм пушка L7. Которой доступно 4 вида снарядов. Подкалибер с отделяющимся поддоном и пробитием в 300 мм на 100 метров. Хэш с пробитием в 127. Кумулятив с пробитием в 400 мм. Ну и бонусом идет дымовой снаряд. Основной снаряд которым пользуюсь я. Кумулятив. Пробитие и урон во всяком случае у него лучше чем у подкалибера. Но для тех у кого танк в стоке придется помучаться. Чтобы его открыть. Короче. Ничего нового тут нет. Все как у всех. Ну кроме разве что советов. Единственное на мой взгляд серьезное отличие это перезарядка. С экспертами почти 9 секунд. Что значительно больше нежели у тех же леопардов, м60 и тому подобное. Но опять же благодаря стабилизатору зачастую право первого выстрела на вашей стороне. Ну а если вас подкараулили, то уповать на броню танка не стоит. Да в лобовой проекции она немного присутствует, но опять же все зависит от того, кто, чем и куда стрелят. В НЛД у танка с приведенкой почти 200 мм. В нижней части ВЛД опять же с приведенной толщиной 160 мм. А в верхней части и того меньше. Здесь всего 115 мм. В бортах корпуса брони почти нет. 40 мм это не серьезно, даже КПВТ пробьет. Толщина брони башни в лобовой проекции колеблется от 170 мм в нижней ее части и до 300 мм в верхней. Смазка и эрудия тоже не все гладко. 200 мм в верхней ее части и 100 мм в центральной и нижней. В общем броня танка так себе. В каких-то моментах конечно может спасти, но тут по большей части зависит от воли случая и грамотности самого игрока. От авиации танк страдает нещадно. Нас пробивают и ракеты и серьезный урон наносят даже 250 кг бомбы. Благо может спасти и зенитный пулемет. В итоге, что мы имеем? Неплохую подвижность. Опять же стабилизатор и регулируемая подвеска играют значимую роль в эффективности танка. Хорошее пробитие снарядами. Хотя в некоторых случаях на один танк придется тратить не менее трех выстрелов. Так как урон весьма и весьма рандомный. На ваншоты стоит надеяться в последнюю очередь. Поэтому старайтесь реализовать свое право первого выстрела грамотно. По крайней мере если вы играете в топе на своем ранге. Перед танками рангом выше такого преимущества порой уже нет. Так как у всех уже есть стабилизаторы. За исключением французов. В применении танк прост. Для танка отлично подходит как тактика засады. Так и тактика фланговых обходов. В лоб лучше не лезть. Даже против зенита. Кибу у японца дырявый погод башни. И сильно выпирают триплексы мехлова. Куда неплохо заходят зенитные снаряды. Ромбовать на танке тоже не стоит. Малейший доворот и вы отправляетесь в ангар. Ну а в корму вас могут пробить даже пулеметы. Ну и напоследок. Почему именно СТБ-1 я считаю идеальным вариантом. А не Тайп-74. Петероложку я даже не рассматривал. Это машина для истинных мазохистов. Ну во первых. Это пятый ранг. И низкий боевой рейтинг. Во вторых. Наличие стабилизатора. Тайп же имеет почти такие же характеристики. Но воюет он уже против куда более серьезных танков противника. Такие как Т-64. Абранс и так далее. Где их преимущество лучше в разы. СТБ же попадая против танков выше ПБРу. Находится с ними почти на равных. За редким исключением. Поэтому мой совет. При выходе нового топа Японии. Его стоит прокачивать на СТБ. А на этом мой обзор подошел к концу. Если он вам понравился. Не забываем ставить пальцы вверх. И подписываться на канал. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok